Привет, друзья, подписчики мои. В этом ролике я покажу вам, как же я всё-таки храню свои бэйблэйды, коли у меня их так много. Итак, друзья, начнём, наверное, чемоданчик я пока отложу, пока его спрячу. Этот чемодан я тоже отложу и начну вот с этой коробки. Эта коробка стоит 99 рублей, эта штука не отрывается, это не реклама фикс-прайса, я бы так и так сказал, что купил это в фикс-прайсе. Ну, в общем, всего лишь за... Ящик тоже стоит 99 рублей. Всего лишь за 100 рублей практически в фикс-прайсе можете купить вот такой крутой контейнер. Он открывается, здесь удобная у него ручка, он пластиковый и он, в принципе, прикольный. Мне нравится, прозрачный, видно, что лежит, да, сразу понятно. Вот, это не все мои пускачи, отдельные пускачи или от другой коробки, но их показывать не буду, потому что вам будет неинтересно. А так, пожалуйста, вот смотрите, фикс-прайсе. Удобно открывается ящик, сразу видно, что лежит. Запускалка такая, допустим, запускалка вот такая вот, да, запускалка вот такая. Все очень удобно, легко закрывается. Вот, соответственно. И можно, конечно, сюда еще напихать, я просто так и накидал, показать вам. Вот, потому что, ну, классный ящик, мне кажется, всем советую, рекомендую. Вот такие дела с пускачами. Дальше, теперь поинтереснее, да, дела пойдут. Вот такой тоже огромный, классный чемодан. 99 рублей всего лишь стоит. Кстати, он не воняет. Он фикс-прайса, я нюхал там долго стоял в фикс-прайсе ящики. Да, не смейтесь, пожалуйста. Вот, он не воняет, он прикольный, он хороший и стоит всего 100 рублей там, да. То есть, по факту, можно пойти, допустим, в какой-нибудь оби и купить там за 1000. Ну, нафига нам за 1000, можно купить за соточку. Вот так открывается. Вот. И здесь лежат бейблейды. Здесь лежат бейблейды такие, знаете как, ну, не второсортные, ну, не мои самые любимые, скажем так, просто. Обычные бейблейды какие-то здесь лежат. Вот такого плана. Тоже удобно. Сюда вмещается, я думаю, штук 50-60 точно. Ну, полностью, да, закроет. Поэтому у меня тут еще лежат обычно в нем две вот такие запускачки, они тоже лежат здесь очень удобно. Я просто их достал, достал для ролика, потому что ролик будет не просто про где храню бейблейды, а ролик будет еще и с битвами, да-да-да. Давайте пока ящик этот уберем. Закрывается удобно, легко, можно легко переносить. Дальше идем. Итак, самое главное, изюминка, вишенка, мой любимый чемодан с моим лучшим кастом. Лучшие бейблейды лежат у меня в этом ящичке. Итак, открываю. Оп. Ну, короче, он еще на замочке, но ключик я, ну, не то, что потерял, где-то он валяется. Вот, но здесь просто любой с крепкой отверткой легко открыть, поэтому ключ не имеет смысла. Опа. Итак, мой основной каст. Ну, вы эти бей уже видели. Я, во-первых, сразу скажу, тут лежит ключик, чтобы чипы снимать. И лежит пружинка, ну, мало ли, на всякий случай. Вот такой пускач. У меня пускачи вот такого плана, только в левую, блин, сторону. Я хочу в правую, найду, обязательно положу сюда вместо этого. И дальше, что же у меня лежит? Видите, он удобный, он здесь вот такой мягенький. То есть, когда вы закрываете, вот вы закрыли, допустим, ящик, да, смотрите, подняли. И все, можно нести. Бейблейды у вас там не рассыпятся никак, видите? Все лежит, как лежало. То есть, очень классный ящик. Здесь у меня, конечно же, Генезис Вальтрек. Мой первый бейблейд. Вайлд Вайвран. Неудержимый Роктавор. Императрический Форнеус. Самый крутой, любимый мой бейблейд. А, Нубян. Естественно, куда без Анубяна. Зет Ахиллес. Голден Зет Ахиллес. Сприган Реквием. И с недавнего времени добавился Скрюд Райден, потому что он достойный соперник. Ну что ж, давайте каст остальной выложим, основной. Возьмем арену. И проведем битву моих лучших волчков против моих такси-волчков. Давайте какого-нибудь возьмем. Ну вот, скажем, Юникреста возьмем. И давайте посражаем его с кем, с кем, с кем. А давайте с этим Ахиллесом. Да? Почему бы и нет? Поехали. Давайте три боя сейчас быстренько проведем каких-нибудь. Да, двух очков. По канону все. Итак. А, Ахиллеса первого. Поехали. Ну, чтобы сильно долго ролик не растягивать, проведем пару боев. Три боя. Три Бейблэйд Бёрд Битвы. Да, я надеялся, что Ахиллес, конечно, взорвет. Но ничего. А почти разобрал, кстати. Почти разобрал. 1-0 в пользу Зетта Ахиллеса. Сразу же второй раунд. Поехали. Как-то они не рискуют, да? Так аккуратненько, аккуратненько бегают вокруг. Так. О, я пока смотрел этот бой, знаете, ну, понятно, будет 2-0 в пользу Ахиллеса, естественно. Я пока смотрел бой, да, придумал вот что. Смотрите, мы столкнем сейчас Твин Немезиса с Крюльт Райдентом. Мне кажется, бой будет очень интересный. Итак, поехали. Ну, как интересный. Обычный бой без взрывов. Далее небольшое преимущество, конечно, Немезису, но я думаю, это ерунда. Там доля секунды. Если выиграет Трайдент, то выиграет Трайдент уже, потому что, ну как, по-другому. А может и достойное преимущество, а может да, а может быть и достойное. Слушайте, ну они прикольно друг друга атакуют. А может и хорошее дали преимущество. Да, наверное, дали крутое преимущество Трин Немезису. Ладно, переиграем. Но 1-0 все равно, не-не-не, 1-0 все равно, в любом случае. Поехали. Сразу битва, сразу жесткие удары. Слушайте, они прямо реально дерутся, и прямо это самое, так они. Так, ну да, Немезис проиграл, и чтобы все реально было по-честному, давайте еще раз все-таки запустим первого Трайдента, чтобы вопросов больше не возникало. Итак, поехали. Да, видите, Трайдент держится ближе к центру, а Немезис пытается его атаковать. И удар у Немезиса довольно сильный. Был бы другой бэй, он бы его разбил уже бы давно. А так в целом держится. Ииии, сейчас будет эпично. Да, Немезис проиграл. Ну, естественно, это же парни из высшей лиги. Ну и давайте на закуску сразим Имперора Форнеуса. С кем, с кем, с кем, с кем, с кем? А вот с таким Скалиусом. Посмотрим. Интересно, что будет. Давайте первого запущу Шаркфайра. Ну, я его Шаркфайра называю. Не пишите в комментариях, мол. Ты неправильно называешь бэйблэйды. Поехали. Имперор Форнеус против Скалиус Икс Три. Они прям так и норовят, да, за пределы арены выбраться. Им мало, мало этой арены. Скалиус уже слабеет. Да, естественно, Имперор Форнеус победил. Второй раунд. Поехали. Ой, 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 был дерзкий удар от Скалиуса сразу в Форнеуса. Но ничего, Форнеус и выдерпел этот удар. Он даже не развалился. Ему вообще все равно, кто атакует его. Вот так. Вот и все. Так, ну что ж, ну что ж. Ладно, я знаете, что подумал. Давайте еще проведем пару боев. Давайте потестируем Роктаворчика с... С... Артерхроносом на режиме защита. Давайте-ка потестируем его. Поехали! Все-таки, знаете, когда ты лучший, нужно подтверждать свое звание боями. Потому что Роктаворчик действительно клевый. Вот. А Альтерхронос на защитном типе, ну, как драйвер у него от Реквиема, он может, может противодействие оказать Рагнарёку. Роктаворчику. Но... Но этого не происходит. Или что? 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 Эпичный финал сейчас будет? Да, конечно же. Конечно же, Роктаворчик выиграл Немезиса. Даже разобрал на два щелчка его. Итак, второй бой. Поехали! Ой! Дерзко напал. Дерзко напал Альтерхронос на Роктаворчика. Что-то будет непредвиденное сейчас. Да, видали, он прям сразу дерзко набросился на него. И смотрите-ка, Роктаворчик держится, но уже все подлагивает, проигрывает. Вот так, так интересно, интересно. Еее! Я не ожидал, честно, взрывной финиш от Роктаворчика для Альтерхроноса. Я такого даже предположить не мог. Круто! Ну и давайте последний бой какой-нибудь сделаем. Ну, какой-нибудь банальный. Давайте с Приган Реквимом против... Ну, против кого? Ну, против... Давайте. Зейтрона. Не знаю. Поставим режим тоже защиты. Итак... Ой, не подключил. Сейчас, секунду. Последний бой. Итак, поехали! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, 3-0 выиграл Роктаворчик Альтерхроноса. Что ж, классно. Подтвердил, подтвердил свое звание лучшего. Так, выиграл, конечно, Сприган Реквим, но я думаю, это было слишком легко. Давайте поставим он драйвер на атаку и посмотрим, что случится в этой ситуации. Потому что Сприган Реквим на защите разбивает даже из этой Ахиллеса. А, тут как бы такое. Итак, погнали! Боум! А пока 1-0 в пользу Реквима. И на атаке побеждает Сприган Реквим. Вот такой был классный ролик. Подписывайтесь на канал, ставь лайк. Пока-пока.